Лекция 21 из нашего длинного цикла, цикла из 24 лекций. Мы говорим о качестве программного кода и чем дальше от начала курса, тем больше метрики, которые мы рассматриваем, касаются репозитория целиком. Начинали мы с метрик, которые касались строчек кода, классов, методов, переменных. И дальше мы перешли к метрикам, которые касаются системы тестов, комментариев в глобальном масштабе, в масштабе всего репозитория. И сегодня поговорим о метриках, которые касаются билд-систем. Я думаю, вы представляете, что это такое. Если вы программируете, то понимаете, что любой программный продукт необходимо собрать, для того, чтобы он из раздрозненной коллекции файлов превратился в выполнимый программный код. Зачастую это машинный код, который зачастую представлен одним файлом, который мы называем бинарным файлом или выполнимым файлом, который дальше может быть размещен на конечном устройстве, например, на сервере, на мобильном телефоне, на персональном компьютере и выполнен. Вот это процесс этой сборки и трансформации из исходных файлов, которых может быть очень много в больших крупных проектах, и переход в конечный исполнимый файл или небольшой набор исполнимых файлов, и называется билд. Также у этого процесса есть другие названия. Можно сказать, что это релиз, или можно сказать, что это компиляция, можно сказать, что это пекаджинг, что это пакет готовится. Но наиболее распространенный термин – это билд, то есть сборка или построение того, что мы хотим получить на выходе. И вот пока это построение происходит, мы можем посмотреть на то, как оно происходит, на то, какие оно имеет характеристики. И исходя из этих цифр, которые мы соберем, мы можем сделать выводы относительно того, какого качества наш продукт, или какого качества у нас менеджмент в этом репозитории, или какого качества у нас команда, которая работает над этим проектом. В общем, какие-то выводы о качестве мы можем сделать, если мы будем на билд смотреть не только с точки зрения его наличия или отсутствия, а на его качественные характеристики. И вот мы попробуем сегодня посмотреть на то, какие они бывают, эти качественные характеристики, могут ли они действительно помочь и как. Началось все не так давно. Системы сборки и вообще идеи о том, что можно собирать проект, они появились не 50 лет назад, как многие метрики, которые мы с вами рассматривали. Одно из первых упоминаний, или первое упоминание термина Continuous Integration, а именно этот термин нас и интересует, относится к 1994 году в очень известной книге, один из авторов, который у вас сейчас на экране. Термин Continuous Integration вроде бы был предложен. В те времена еще не было тех инструментов, которые вы сейчас имеете для Continuous Integration, и тогда еще это был такой экзотический вариант сборки, когда сборка выполнялась в автоматическом режиме. Тогда еще автоматизации не было, и процесс сборки был во многом ручной. Поэтому термин Continuous Integration звучал достаточно экзотично, но тем не менее было сказано, что, мол, давайте мы эти релизы, видите, здесь то самое слово релиз, о котором мы говорили, пока еще не бил до релиза, что мы эти релизы будем создавать внутри, собирать для себя, а некоторые релизы будем отдавать наружу, и это будут релизы на конечного пользователя для нашего клиента. Называется это Continuous Integration. Для тех, кто не в курсе, что такое Continuous Integration, давайте я в двух словах объясню очень коротко, хотя это вроде бы уже стандартная практика. Работает это следующим образом. У нас есть репозиторий, в котором хранятся файлы, и мы всей командой в этот репозиторий вносим изменения. Допустим, git-репозиторий, который у нас, например, на GitHub. Каждое изменение, мы с вами обсуждали на прошлых лекциях, называется коммитом, и каждый коммит изменяет состояние внутри этого репозитория, то есть меняет какую-то строчку в каком-то файле. Дальше у нас есть сервер, который наблюдает за тем, что происходит в этом репозитории. Сервер, который следит за всеми новыми поступлениями в этот репозиторий. Каждый новый коммит – это для сервера сигнал о том, что нужно взять все, что находится в репозитории, к себе на сервер, на этом сервере скомпилировать то, что там находится, все те файлы, которые в репозитории, и проверить, получилось ли скомпилировать. Это в упрощенном варианте. Там можно сделать не только компиляцию, можно еще и юнит-тесты запустить, можно интеграционные тесты запустить, сделать какие-то действия в автоматическом режиме, которые покажут этому серверу. То, что там в репозитории находится, оно по-прежнему компилируемо? Или тот коммит, который был только что сделан, та строка кода, которую только что поменяли, привела к нарушению? Мирного состояния, или спокойного состояния, или компилируемого состояния внутри репозитории, и мы перешли в состояние разрушенного билда, так называемого. То есть билда, который не компилируемый после этого изменения. Если этот сервер, который Continuous Integration сервер, который делает это на каждом коммите, эту операцию, достает код из репозитория и пытается скомпилировать. Если он обнаруживает, что код больше не компилируется, то он какой-то сигнал посылает либо команде, либо тому, кто сделал этот коммит, и сообщает о том, что эти изменения стоит, ну, если не убрать из репозитория, то, по крайней мере, внести какие-то дополнительные изменения, чтобы исправить ту ошибку, которую только что сделали. И так каждый день. И так много раз в день сервер делает одну и ту же операцию. Следит за коммитами. Как только новый коммит появляется, он достает весь код, все собирает и либо молчит, если все окей, либо сигнализирует о проблеме, которая только что была создана. Очевидная идея. Очень несложная, понятная. Такой сервер можно настроить за несколько часов, наверное, который будет все эти операции производить. Однако таких серверов раньше не было. До, наверное, до 2000-х годов это была практика такая, о которой кто-то читал в книгах, но мало кто практиковал. Например, фирма Microsoft. Вполне себе компьютеризированная фирма, вполне понимающая о том, как разрабатывать программное обеспечение. Однако в 97-м году, видите, термин был в 94-м, уже понятен, уже был предложен. Но в 97-м году Microsoft написала статью, люди из Microsoft написали статью, которая называлась «How Microsoft Builds Software», то есть как они свой софт собирают, и в ней, в этой статье, они сказали, что у них происходит все следующим образом. Неважно, как часто программисты «check-in» — «check-in» — это по-современному «commit». Неважно, как часто они «commit»ят свои изменения в исходный год, у нас есть специальный девелопер «designated developer», это такой человек специальный, который называется «buildmaster», который собирает complete build of the product на daily basis. То есть у них сидит человек, не сервер, как я вам сейчас рассказал, а сидел человек, который каждый день, в 4 часа дня, доставал весь код из репозитория и пытался его скомпилировать. Если у него не получалось, то он, наверное, что-то делал. Наверное, шел по офису, искал того, кто за последние 24 часа внес какие-то изменения туда вредные и как-то пытался, наверное, исправить что-то в этом духе. Но это такой вот специальный buildmaster. Сейчас, конечно, мы уже не имеем buildmaster'ов, у нас есть для этого всевозможные инструменты и тузы. Однако в то время, видите, это делалось вручную. И это та же статья, я вам цитирую следующую статью, которая, в ней же дальше они рассказали, что же происходит, когда кто-то сломал build, кто-то сделал commit в репозитории, который привел к тому, что build больше не собирается. И вот они пишут, что правило у них такое, что если девелопер коммитит код в репозиторий, который ломает этот build и делает невозможным рекомпиляцию этого продукта, то этот человек должен must fix defect immediately. Это тоже практика, достаточно долго существовавшая в индустрии, когда действительно было такое убеждение, что если кто-то сломал этот build, кто-то сделал commit, то нужно найти этого человека и этому человеку немедленно поставить задачу вернуть build в рабочее состояние. Но главное в этом всем то, что возможность сломать build, она существует у любого человека. То есть можно сделать commit, а потом сообразить после обработки всего кода этим самым build-мастером, что мы таки сделали ошибку, мы сломали тот код, который там был. Такой постфактум проверка. Не до того, как мы попытаемся сделать эти изменения, нас поймают за руку. А мы их сделаем, и потом нас начнут искать и нас каким-то образом мотивировать на fix defect immediately. Это достаточно сложно сделать в практических условиях, потому что тот человек, который сломал build, он может быть не всегда доступен, он может не всегда понимать, как исправить эту ошибку, он может не уметь это сделать, он может просто уйти в отпуск, он может... его просто можно не найти. В общем, большое количество проблем у такого... у такой постфактум проверки, которая происходит после того, как build уже сломался. И, конечно, был предложен механизм, который значительно более удобен, и, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь, он называется pre-flight builds. То есть build, который перед полетом, предполетный, предполетная сборка. То, как сейчас работает, наверное, большинство команд, программистов, мы берем, делаем pull request в нашей репозитории, и на этот pull request, на этом pull request запускается сборка, запускается та самая рекомпиляция, тот самый build master, только электронный, который пытается проверить, а нет ли дефекта в этом pull request, нет ли дефекта в этом бранче, в этой порции кода. И если там дефект присутствует, то мы даже не пускаем его в основную ветку. То есть мы оставляем этот дефект в бранче, в pull request, и там автор этого pull request дорабатывает его, пока не появится такой код, который можно действительно положить в основную ветку, в master branch. И эти pre-flight build, они могут проходить на большом количестве бранча одновременно, в каждом pull request будет свой pre-flight build, и как только этот pre-flight build окажется чистым, собранным, то есть изменения, которые человек внес в своей ветке, плюс основной репозиторий, окажутся компилируемыми, вот в этот момент мы можем эти изменения положить в основной репозиторий. А до этого мы туда их не пускаем. Безусловно, это тоже не гарантия, стопроцентная, потому что существуют так называемые флаки или флаки-тесты, которые не проявляют себя в 100% случаев. То есть на pre-flight build этот тест может показать себя зеленого цвета, а на сборке это будет уже красный цвет. Мы об этих флаки-тестах поговорим сегодня еще позже и подробнее. Но сейчас я вам просто рассказываю такую предысторию, показываю, что сначала, в 97-м, 25 лет назад, люди не знали про pre-flight build, и они верили в то, что можно действительно разрешить всем программистам коммитить в один большой котел, а потом этот котел мы будем ежедневно проверять, и если там оказался ядовитый гриб, то мы найдем того, кто бросил туда этот гриб, и заставим его его оттуда вытащить. Это, конечно, сами понимаете, насколько опасная техника, потому что если там был ядовитый гриб, и он там пролежал целые сутки, то уже трудно будет сказать, к чему это приведет, и сколько там еще последствий после этого произошло, и вытаскивая только его, мы не всегда можем исправить до конца все, что там было. Еще одна интересная веха в Continuous Integration, в развитии этой всей идеи, 98-й год, известная техника экстрим-программинг, может быть, вы слышали о такой идее, сейчас она как-то менее на слуху, но в те времена это было открытием, это был набор принципов, которые рекомендовали программистам, как правильно программировать. Не с точки зрения структуры кода и формата классов и точности алгоритмов, а с точки зрения организации и дисциплины программирования. Вы можете погуглить экстрим-программинг, у них есть манифест, у них есть собственный сайт extreme-программинг.org, если я не ошибаюсь, и там есть манифест, который состоит из нескольких, не нескольких десятков, но полтора десятка принципов и правил, в том числе там есть принцип мы сначала обязательно пишем тесты, а потом делаем все остальное. Например, один из принципов extreme-программинга. И в том числе они предложили интегрировать несколько раз в день. Вот такой принцип, который в те времена был достаточно смелым. То есть мы вспоминаем Microsoft, который год назад сказал, что у них выделенный человек, который интегрирует. И тут вдруг такой посыл, который касается всех программистов, а не только Microsoft, не только богатых и крупных компаний, а всех программистов. И всем программистам было сказано интегрируем и тестируем несколько раз в день. То есть очевидно, что здесь речь идет уже об автоматической интеграции. Поскольку представить себе небольшую команду, в которой один человек сидит и интегрирует несколько раз в день, наверное сложный. Ну и второй постулат мы не интегрируем без юнит-тестов. Мы должны обязательно иметь юнит-тесты. То есть, как было сказано, не только компиляция должна быть в этой системе сборки, системе билдинга, а там должны быть еще юнит-тесты. Мы должны не просто скомпилировать код, а мы должны запустить юнит-тесты, которые нам скажут, что этот код удовлетворяет некоторым функциональным требованиям. Конечно, не 100% из них мы проходили с вами код каверич, понимаем, что если каверич низкий, то значит и тесты слабые, но стремиться нужно хотя бы их иметь в наличии какие-то тесты. Здесь не сказано ничего про код каверич, здесь просто сказано не интегрируйте без юнит-тестов. Сколько там юнит-тестов будет? Может быть один, их может быть сто. Сами понимаете, что просто наличие юнит-тестов совершенно не говорит о том, что вы тестируете систему, поскольку каверич может быть низкий. Ну, такой постулат был очень ценный, очень важный в те времена. Экстрим программинг вам очень рекомендую прочесть, о чем идет речь. Многие из тех идей, которые были высказаны тогда, 20 лет назад, они, 25 лет назад, они уже стали common practice, common sense. Это для нас уже здравый смысл. Мы уже все понимаем, что юнит-тесты это не экстрим программинг, а это просто нормальный программинг. Но в те времена это был экстрим программинг. То есть, в те времена юнит-тесты писали чуть более, чем никто. А потом времена поменялись, и эти тесты стали писать практически все. А кто их не пишет, тех мы стали считать нерадивыми программистами, которые не разбираются в том, как правильно программировать. Ну и, собственно, Continuous Integration, хотя и термин был предложен ранее, но его часто связывают с Мартином Фаулером, который написал на своем блоге статью, которая так и называется Continuous Integration, в котором он вроде бы закрепил этот термин. То есть, термин был окончательно введен в обращение в 2006 году, видите, через, считайте, 8 лет после того, или даже больше, через 10 лет, через 12 лет после того, как его Гради Буч упомянул в своей книге, его ввели в активное обращение. Я не могу точно сказать, так ли было это, кто кого ввел в обращение, но вроде бы хронологическая последовательность такая. Нам это не суть важно, вы просто должны понимать, что это все достаточно свежие, свежие идеи, им не так много лет. И здесь Мартин Фаулер нам говорит, что впервые мы слышим первую метрику, длительность этого билда. А нам, на нашем курсе, вы помните, интересные метрики. Мы не просто обсуждаем практики программирования, а мы хотим использовать метрики для того, чтобы понять, эти практики применяются качественно, или они применяются кое-как. Точно так же, как тестирование. Мы не просто смотрим на то, применяет ли программист юнит тестирования, или команда программиста. А нас интересует, качественно ли они это делают. И для этого у нас есть, например, метрика код каверич, или, например, мьютейшн каверич. Мы и ту, и другую проходили. Так вот, метрика длительность билда, длительность сборки. И сказано, что в 10 минут это примерно максимум, который мы можем разрешить для этой процедуры. то есть, люди сообразили через несколько лет после появления этой практики, после ее использования, что если билд будет длинный, если он будет занимать много времени, то это приведет к проблемам. Мы получим больше проблем, чем выгоды. Выгода какая от Continuous Integration? Мы, конечно, собирая ежедневно, мы про это сейчас не сказали, еще раз, еще не сказали, но чувствую, что мы упустили этот вопрос. Для чего нужен Continuous Integration? Его, конечно, главная выгода, главная цель наличия такой процедуры в проекте это раннее обнаружение ошибок. Так я это понимаю, мы еще несколько будет у нас статей на эту тему и послушаем, что говорят другие авторы. Но в моем понимании это, конечно, раннее обнаружение ошибок или их недопущение. Если у вас есть префлайт билды, то вы большое количество ошибок просто не допустите. У вас в этот котел не попадут ядовитые грибы, многие из них. Какие-то все равно попадут, потому что вы не напишите такой код coverage, не достигните такое покрытие тестами, чтобы ничто не попало в ваш репозиторий, ни одна ошибка не попала. Это невозможно. Но все-таки вы уменьшите их количество. Это первое, уменьшите их количество и вовремя будете их обнаруживать. Если у вас нет даже префлайт билда, то есть если у вас код попадает напрямую в репозиторий и только потом вы понимаете, что сборка не срабатывает, то вы поймете это раньше, чем если бы у вас не было Continuous Integration, и вы бы интегрировали все только в момент отдачи продукта клиент. Когда приходит время, прошло 3 месяца разработки, вы берете все, что там находилось и пытаетесь это все скомпилировать, проинтегрировать, собрать модули вместе и отправить конечному клиенту. У вас, конечно, возникнет масса проблем, если вы все эти 3 месяца ни разу эту операцию не делали. Возможно, что вам потребуется еще несколько месяцев, чтобы все-таки собрать это в единую систему, в единый продукт. Благодаря Continuous Integration вы получите раннюю сборку и за, соответственно, раннее обнаружение проблем. Но если вы будете делать сборку долго, если у вас будет длинная процедура компиляции, например, она будет занимать 1 час, то она начнет вам вредить, она начнет тормозить процесс разработки. То есть, после каждого коммита мы будем запускать Continuous Integration. И, видимо, мы же хотим после этого коммита понять, а можем ли мы дальше разрабатывать? Можем ли мы продолжать разработку в этом репозитории? Один программист внес изменения. Мы хотим проверить с этими изменениями работать можно или нет. Если работать можно, то мы можем вносить следующие изменения, основываясь на тех изменениях, которые были сделаны. А если же изменения были вредными, если они что-то сломали, если они добавили какой-то класс, который не работает, а мы начнем делать следующие изменения, исходя из того, что те изменения валидны, сами понимаете, что мы получим такой снежный ком, получим эффект увеличения проблемы, в то время, как она могла бы быть устранена с первого захода, на первом шаге, когда мы ее обнаружили. Но если вы должны ждать час или несколько часов после каждого коммита, прежде чем убедиться, что ваш репозиторий находится в чистом состоянии, то вы, скорее всего, ждать не будете, и вы перестанете доверять системе сборки и начнете ее игнорировать. Пока она еще интегрирует, пока она еще собирает, вы будете продолжать делать коммиты в тот же репозиторий поверх тех коммитов, которые еще не проверены. Ну и здесь Мартин Фаулер так суммирует, он говорит, что every minute, каждая минута, на которую срезан этот билд тайм, это время, которое сохраняется для каждого девелопера every time they commit. Каждый раз, когда мы коммитим, чем короче билд тайм, тем быстрее мы можем делать следующий коммит. То есть длинные билды это плохо. Это стало понятно еще в 2006 году. Ну и известная очень книга 2010 год двух авторов, книгу, которую вам тоже обязательно стоит прочитать, Continuous Delivery она называется, в которой был предложен термин Continuous Delivery. До этого был Continuous Integration, предложили термин Continuous Delivery, который предполагает не только сборку на сервере, на нашем внутреннем, с целью выявления ошибок, а сборку, упаковку и отправку к конечному клиенту тоже в автоматическом режиме. Это тоже новая мысль, свежая мысль была, хотя некоторые уже это делали, безусловно, когда книгу писали, это была не инновация, это был сбор опыта, накопленного людьми и систематизация этого опыта. Вот они предложили такой постулат, основной постулат этой книги в том, что автоматизация это главный ключ к успеху, то есть все должно происходить автоматически и вот мне очень нравится этот термин от одного нажатия одной кнопки. То есть у вас должна быть система сборки или система Continuous Integration, система сборки, она должна вся срабатывать по нажатию одной кнопки. В случае, если это Continuous Integration, то это не кнопка, это один единственный коммит, вы сделали коммит и у вас все запустилось. Все автоматически запустилось и если что-то найдено негативное, то всем автоматически об этом сказали. Если же это Continuous Delivery, то вы должны где-то нажать кнопку, потому что Delivery автоматически в обычных случаях не происходит, если система более-менее сложная. Мы все-таки хотим, чтобы человек контролировал этот процесс и делал, собственно, эту доставку по своему желанию, а не по желанию компьютера или по какому-то графику. То есть где-то должна быть кнопка, которую вы нажимаете и дальше полная сборка и полная упаковка и отправка клиенту на конечное устройство происходит в автоматическом режиме. Так должно быть и это было сказано еще 15 лет назад. Сейчас, опять же, для многих это уже здравый смысл, но тогда, поверьте мне, это было открытие, это было новое слово в программировании. Нам сказали, что все эти люди, которые сидят и собирают, все люди, которые занимаются DevOps, все люди, которые занимаются упаковкой, настройкой, все эти билд-инженеры, это все, все эти люди должны быть уволены, а вместо них должны появиться роботы. Они должны быть, может быть, не уволены, но они должны написать нам скрипты, они должны создать скрипты, создать механизмы и инструменты, которые позволят делать все это в полном автомате, а не полагаясь на знание какого-то конкретного человека, который знает, как собрать, знает, как упаковать, знает, как отправить конечному клиенту. Таких людей мы должны их количество сокращать, а переходить на полный автомат. Так, и мы потихоньку приближаемся к метрикам. Все ближе и ближе. Одна у нас уже была, это длительность билда. Теперь посмотрим, что у нас есть еще. Так, ну и тут включились ученые во всю эту историю. Сначала были эти все практики на уровне инженеров. Инженеры пробовали, запускали и писали книги, где они рассказывали, что это замечательная практика, пользуйтесь все и вам это поможет, но в этом всем не было науки, не было экспериментов, не было подтверждающих анализов, не было доказательств того, что это действительно практика хорошая. Ну и вот, например, 2015 год, один из первых, по крайней мере, так мне показалось, что это одна из первых интересных работ, где сказано, что Continuous Integration повышает productivity проектной команды, потому что эта команда может интегрировать больше контрибьюторов без потери качества кода. Это вот такой, они это сделали вывод на основании опыта, они провели эксперименты, они эксперименты, они посмотрели на большое количество или некое количество команд, сравнили продуктивность этих команд в одном случае, в случае, когда есть Continuous Integration, в случае, когда нет Continuous Integration, и пришли к выводу, что продуктивность повышается, почему, потому что люди могут со стороны достаточно свободно и быстро, быстрее, чем без Continuous Integration, свой код интегрировать, не так сильно нанося вред качеству репозитория, как он наносится, если Continuous Integration отсутствует. Ну, я думаю, здесь совершенно все очевидно, если у вас настроен Continuous Integration, а еще особенно, если у вас есть эти самые Pre-Flight Builds, то есть вы собираете продукт, собираете эти бранчи, эти патчи, эти pull-request, которые присылают контрибьюторы, до того, как положить их в мастер-бранч, и отказываете тем, у кого это качество ниже, чем вам бы хотелось, то вы, конечно, можете десятки людей принимать в команду и не волноваться о том, что они вам навредят. А это большая угроза, особенно в Open Source разработке, но не только, в любой разработке, даже если это корпоративная разработка, все равно к вам в команду иногда могут добавляться люди, которые не были в вашей команде, и вам нужно быть готовым к потере качества кода, потому что первое время они будут больше вредить, чем помогать, они не знают, что им делать, они пока не разбираются в структуре кода, и они будут наносить достаточно серьезный ущерб к качеству кода. Как от этого защититься? Через систему Continuous Integration, то есть проверять ежедневно, проверять качество, либо постфактум, это, конечно, такой примитивный способ, либо пред, через preflight эти билды. Еще один ресерч, мы идем, как обычно, в хронологическом порядке. Цифры, они говорят, что если сравнить проекты, в которых есть Continuous Integration, и те, которые нет, в которых нет, то мы увидим, что с Continuous Integration, с этой сборкой, как она по-русски, я не знаю, как правильно ее назвать, в общем, Continuous Integration, первое, это мы будем делать релизы twice as often, это первый бенефит, а это хорошо, чем чаще мы делаем релизы, тем выше в целом качество нашего проекта, даже не качество репозитория, не качество продукта, а качество проекта. Чем чаще мы отдаем клиенту законченный продукт, тем мы больше, я вот думаю, кому мы, тем мы больше помогаем нам самим быстрее закончить то, что мы делаем, быстрее прийти к нужному результату. Некоторые говорят, что нужно делать релизы конечному клиенту, релизы в продакшн, раз в спринт, или раз в итерацию, или раз в неделю. Некоторые говорят, что достаточно раз в месяц, некоторые говорят, что это нужно делать в момент, когда клиент требует это сделать. Но практика Continuous Delivery, которая была предложена в этой книге, которую я вам только что упомянул, она говорит о том, что это нужно делать раз в несколько часов в идеале. То есть, как только у вас что-то незначительное, что-то небольшое изменилось в вашем продукте, вы сразу должны релизить новую минорную или новую мажорную версию вашего продукта. При каждом незначительном изменении функциональности, или может быть багфикс какой-то есть, вы что-то исправили, что-то, что не работало полчаса назад, сейчас оно заработало. Если у вас есть хоть что-то показать клиенту или даже самим себе, нажмите кнопку релиз, сделайте следующий релиз. В основном это нужно для тестирования системы релиза. У вас должно быть такое ощущение у вас внутри, что каждый раз, когда вы делаете релиз, вы проверяете заново систему, считайте тормозную систему. Считайте, что вы едете на машине и у вас кнопка тормоз не используется. Вы ее оставляете на последний день, когда нужно будет. Подумайте, как это опасно, как вам будет некомфортно ехать в такой машине. И значительно лучше, если вы кнопку тормоза нажимаете каждые несколько секунд для проверки, чтобы знать, что у вас тормоз работает, тогда вам ехать будет куда комфортнее. Вот эта система автоматического релиза, она должна быть в постоянном тестировании, она должна постоянно работать. Новый релиз, новый релиз, каждые несколько часов выдавать новый релиз. И, конечно, когда я встречаю команды, которые говорят, что мы пока еще не настроили релиз систему, мы еще пока программируем, мы уже три месяца разрабатываем алгоритм интересный, когда у нас алгоритм разработается, когда у нас будет что показать, когда у нас будет уже работоспособный прототип, вот тогда мы сядемся вместе и настроим систему релиза, система сборки, систему сборки, систему контроля качества, юнит тесты напишем и отдадим это уже в первой версии клиенту. Это, конечно, на мой взгляд, глубокое заблуждение и непонимание того, как работает вообще программирование и разработка программного обеспечения. Мы сначала настраиваем систему сборки, мы сначала настраиваем Continuous Integration, мы сначала настраиваем тесты, потом мы проверяем, что все это работает, делаем релиз первой версии или версии 001, я обычно так делаю, версия 0.0.1, убеждаемся, что эта версия 001 прошла в релиз, мы увидели ее в продакшене, у нас все запустилось, мы увидели, как она попала в конечный репозиторий, с ней поигрались наши клиенты или для кого мы это делали. Пускай в ней нет еще никакого функционала, она еще не работоспособна, она не умеет ничего делать, но мы уже ее поместили в продакшен. И только потом, после наличия такого релиза, после того, как мы убедились, что этот пайплайн сработал, мы делаем изменения в наших алгоритмах, добавляем новые юнит-тесты и опять делаем релиз 002. Да, он еще тоже не работоспособный, он тоже еще микро-микро-релиз, в котором еще ничего толком нет, и он никому не нужен, никто не будет использовать версию 002. Но мы ее будем использовать, мы проверяем тормоза, мы проверяем систему функционирования нашего автомобиля. И продолжаем, продолжаем, и к версии 0048 мы наконец получим какой-то работоспособный продукт. Но по дороге мы сделаем 48 релизов. Не жалейте эту машину, которая делает релизы, не жалейте эту систему сборки и места для хранения ваших артефактов. Они должны работать. Ну и вот как одно из важных преимуществ это, конечно, twice as often. То есть, если вы понимаете, что это хорошо, то вы поймете, что CI тоже хорошо. Я вам для чего это все рассказал сейчас, чтобы было понятно, что это действительно value. Потому что иначе человек может спросить, ну да, релизы twice, более часто, в два раза чаще, чем обычно. Может быть, это плохо? Стало что-то происходить в два раза чаще. И что? Почему это хорошо? Вот я вам рассказал, почему. Ну, второй выигрыш это в этих проектах pull request принимаются чаще, чем в проектах без CI. Это тоже хорошо. Даже не чаще, сори, быстрее. И причем быстрее в 1,6 раза. Это тоже здорово. Потому что держать pull request в состоянии review, в состоянии не... состоянии вне мастер-бранча, вне основного основного, основной ветки разработки, это очень опасная практика. Потому что pull request это скоро портящийся продукт. Pull request вам прислали, пока его прислали, он имеет ценность. Он написан исходя из текущего состояния мастер-бранча. И его сейчас можно смерджить, его сейчас можно туда положить. Через сутки, возможно, это возможность исчезнет. Через сутки этот pull request будет уже испорчен, потому что мастер-бранч уйдет вперед. И у нас появится прокисший испорченный pull request. И виноват в этом будет не всегда автор pull request, а в основном виноваты в таких ситуациях менеджеры репозитория, администраторы или архитекторы репозитория, которые не наладил систему быстрой сборки, быстрого, не то, что быстрой сборки, а быстрого принятия валидных pull request. Да, бывают, конечно, pull request, которые не валидны, в которых дефекты, ошибки, юнит-тесты не проходят, компиляция не проходит, к ним вопросов нет. Это вина автора pull request. Он присылает pull request, мы запускаем тут же систему сборки, проверяем, а подходит ли нам этот pull request. Если все значки зеленым, если все системы выставили нам зеленый сигнал, то значит, что мы можем его принимать в нашу систему и нажимать кнопку merge или запускать робот, который сделает эту сборку выполненную. Но если pull request не бракован, если вся система проверила его и все зеленым, а мы продолжаем его держать в состоянии не... Я вот слово интегрированный повторяю, но это не совсем правильно, потому что мы под интеграцией в рамках этой лекции понимаем другое. А русского слова на merge я не могу подобрать. Как правильно сказать? Наверное... Окей, давайте слово merge использовать. То есть, мы не можем держать pull request в состоянии без этого merge, то есть, держать его открытым. Вот так. То есть, нельзя, чтобы pull request был открыт дольше, чем требуется время на его проверку техническую и на проведение code review. Но как только первое и второе прошло, мы должны максимально быстро постараться его закрыть. Закрыть, значит, положить в master branch. Закрыть успешно. Вот так. Закрыть с успехом. Но если у вас нет системы continuous integration, то вам придется вручную проверять эти pull request, потому что у вас будет высокое недоверие к pull request. И это нормально. Вы будете не доверять тем изменениям, которые приходят к вам от сторонних контрибьюторам. Даже если не от сторонних, даже если от коллег, сидящих за соседним столом. Вы не знаете точно, что у них в голове и какого качества кода они написали. Вы не должны доверять в этом отношении. Вы должны проверять. Это правильный подход к разработке ПО. Мы проверяем то, что делают люди, потому что мы знаем, что баги пишутся людьми. Баги делаются людьми. Ошибки допускаются не компьютерами, а людьми. А если у вас нет системы continuous integration, то вы будете долго проверять. Вы будете долго держать pull request в открытом состоянии, имея страх их закрытия. И соответственно они будут прокисать, они будут портиться. И дальше вы будете получать во-первых большое количество раздражения, негатива от их авторов, которые писали, 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 а в конце им сказали, вы знаете, неделю ваш pull request повисел, он-то был хороший неделю назад, но сейчас нужно делать огромное количество резолвить конфликтов внутри pull request и занимайтесь этим. Человек занимается, сделал, почистил, сделал так, что этот pull request опять готов к интеграции, к закрытию, а ему говорят, подожди, еще недельку и он понимает, что через недельку ситуация повторится. Я видел такие паттерны управления не один раз и это приводит к большому накопленному раздражению со стороны программистов, которые в итоге могут и уволиться, если они будут видеть, что так происходит, потому что нет ничего мне кажется хуже, нет ничего более противного в программировании, чем резолвить мерч конфликты, особенно если они массовые, если это одна-две строки, в которых можно понять, что произошло, это окей, но если у меня pull request на 100 строк в 10 разных файлах, а потом мне говорят, что нужно поменять из них, что мерч конфликты появляются в 5 файлах из 10, ну это крайне некомфортное занятие, потому что все нужно переделывать, заново вникать в то, что было сделано, понимать, куда ушел мастер, почему он туда ушел, ну в общем задача такая очень неприятная, и я даже встречал такие ситуации, когда в команде есть прямо специальный человек, который умеет заниматься именно этим, который от этого получает хоть какое-то удовольствие, и когда у нас этот бранч становится так называемым стейл бранчем, такой термин есть стейл бранч, вы можете его найти, это тот самый протухший, прокисший бранч, и когда этот бранч становится стейл, то кого-то одного вызывают и говорят, Сережа, вот тебе работа, помоги нам пожалуйста этот бранч привести опять в состояние такое, что его можно мерзить, ну если мы повышим скорость этой интеграции в 1,6 раз, то конечно все от этого выиграют, ну и последнее, программисты меньше волнуются о том, что они могут сломать сборку, это хорошая вещь, конечно, если вы не волнуетесь, что вы можете сломать сборку, то у вас разработка будет идти веселее, бодрее, интенсивнее, быстрее, и качественнее, в итоге, если у вас нет страха что-то поломать, вы будете легче, вы будете более креативнее, с большим энтузиазмом, вносить изменения в программный код, а если вы понимаете, что вы как по минному полю идете по этому коду, и все, что вы сейчас измените, будет напрямую проинтегрировано с продакшеном и попадет в продакшен продукт, продукт, который идет клиенту, а еще если клиент это компания, которая как-то связана с деньгами, как-то связана с человеческими жизнями, например, то конечно вы будете каждую строчку изменять неделями, вы будете перепроверять, проверять и скорее всего будете стараться вообще ничего не изменять, вы будете стараться избежать любых изменений в репозитории, вы будете увиливать от изменений и пытаться спихнуть все это кодописание на людей, из которых можно козлов отпущения сделать, а сами будете стараться не заниматься этим, потому что опасно, и это логично, А если вы будете знать, что перед вами, перед тем, как ваши изменения попадут в мастер-бранч, стоит еще целая цепочка серверов, которые будут continuously интегрейт ваш код, долго и мучительно проверяя его на десятках, сотнях или тысячах, или десятках тысяч тестов, и только потом, если все эти проверки прошли, вам будет дан зеленый свет и ваши изменения попадут в продакшн, то вы будете совершенно расслаблены, спокойны, будете легко менять, рефакторить, исправлять, улучшать и нажимать кнопку. Возьмите мои изменения и получать ответ от системы сборки, которая будет говорить, вы в такой-то строке допустили такую-то ошибку, поправьте, только после этого присылайте снова. В общем, вы будете менее взволнованы. Это важные три достижения, которые совершенно очевидны. Теперь немножко еще о метриках. Та же статья, которую мы только что видели. Смотрите, какой интересный они сделали анализ. Они взяли репозиторию, open-source репозитории и посмотрели, кто из них использует continuous integration. А потом посмотрели, у кого из них сколько звезд. Звезды, как вы знаете, это один из главных или главный показатель популярности open-source проекта на GitHub. По горизонтали у нас идет количество звезд, причем оно уменьшается. То есть вот здесь самые малопопулярные проекты, а здесь самые высокопопулярные проекты. А это какой процент из них использует continuous integration. То есть если проект будет иметь условно от 6 до 7 тысяч звезд, то 70% таких проектов будет использовать continuous integration. Если же у проекта от 100 до 110 звезд, то лишь 30% таких проектов будут использовать continuous integration. Мы не можем сказать, что одно влияет на другое. Мы понимаем, что нет, не обязательно это impact. Не обязательно, что вы станете использовать continuous integration, и у вас появятся звезды. Это не так. И это не значит, что если вы не будете использовать continuous integration, то у вас количество звезд уменьшится. Это тоже не так. Мы не знаем. Такой корреляции не установлено. Но мы видим лишь статистическую некую зависимость между популярностью и наличием continuous integration. Это, наверное, должно нас наталкивать на мысль, что continuous integration все-таки штука присущая тем проектам, которые популярны или хотят быть популярны. Например, ваши проекты. Если вы делаете свои проекты, то, наверное, вам стоит задуматься о том, чтобы попасть вот в эту зону, а не оставаться здесь. Используйте continuous integration. Еще один тоже интересный анализ из этой же статьи. Они разбили по языкам программирования. Они показали, в каких репозиториях, а причем репозиториев очень много. Вы видите, здесь это количество репозиториев по каждому языку программирования. И они говорят, какой процент из них используют continuous integration. Вы видите, Scala, Ruby, Go, PHP. Эти проекты наиболее continuously integrated. А всевозможные Objective-C, Shell, Perl, HTML, CSS. Это вообще языки? Нет. Но вот у них проценты такие. Ну, разница достаточно внушительная. Это, в общем-то, в три раза больше, чем это. И они делают интересный вывод здесь в своей статье. Они говорят, что one possible explanation, одно возможное объяснение, которое они могут найти, заключается в том, что у этих языков, которые стоят наверху, у них нет статической типизации. То есть, например, в языке Python или в языке Ruby статических типов нет. И для того, чтобы убедиться в том, что не происходит нарушение типизации, что не происходят ошибки типов, нужно программу запустить. Во время компиляции вы это в Ruby не поймете. И они говорят, и поэтому программистам нужно писать юнит-тесты. Программистам нужно иметь continuous integration. То есть, в языке C, например, вот здесь, или в языке Java попроще, потому что можно просто запустить компиляцию. И большинство ошибок будет найдено в языке C. Большинство серьезных ошибок будет найдено просто на этапе компиляции, потому что компилятор в языке C это очень мощный баг-детектор. То есть, он мощно находит баги, потому что эти баги делаются просто от неправильного написания кода. Там большое количество багов находится во время компиляции. А в Ruby совсем не так. И поэтому людям нужен CI. Ну, это, конечно, speculation. Мы не знаем точно. Это всего лишь предположение. Но оно, мне кажется, вполне себе близким к правде. Похоже, что так и происходит. И еще одна картинка из этой же статьи. Такая понравилась мне эта статья. Я из нее много картинок вам решил показать. Значит, смотрите. Длительность билда. Вы помните, Мартин Фаулер написал в своей ненаучной статье, но до того, как ученые пришли в эту сферу, что 10 минут это вот максимум. Это то время, за которое выходить не стоит. Пришли ученые и через 10 лет после Мартина Фаулера провели эмпирический анализ существующих систем сборки в гитхабе, много-много проектов. И посмотрели, а сколько же у них проходят сборки, какой длительности у них билды. И вот получилось, что это у нас секунды. Значит, 10 минут это у нас примерно, если я не ошибаюсь, 600 секунд. Правильно? 600 секунд у нас вот где-то здесь. Это, я так понимаю, вот эти черные полосочки, это, я так понимаю, средние. Мне так кажется. А вся ширина это Total. То есть, они видели успешные билды и такой длительности, и такой длительности. А Fail Buildы такой длительности, и такой длительности. Ну и Error такой, и такой. Что интересно, есть два термина, которые мы дальше будем встречать. Это Fail Build и Error Build. Так вот, под Error Build все понимают билд, который не стартовал. То есть, у него не получилось начать юнит-тестирование. Произошла ошибка где-то до юнит-тестирования. Например, компиляция не прошла. Мы взяли исходный код, попытались скомпилировать, потом попытались запустить юнит-тесты, но мы ошиблись уже на этапе компиляции. То есть, запуска тестов не было. А Fail Build, это значит, что тесты запустили, поработали эти тесты, они, видите, по длине больше, чем Fail Buildы. И в конце мы сообразили, что какой-то из тестов не сработал, какой-то из тестов не прошел. Ну и вот, видите, эти покороче, эти подлиннее, а 10 минут находятся где-то вот здесь. Правильно я понимаю? Ну, насколько был прав Мартин Фаулер, относительно цифры в 10 минут, он сказал, что это предел. Вот мы имеем на практике у людей вот так. Бывает и дольше, бывает и значительно дольше, бывает и, сами видите, это 2, наверное, 2 400 секунд, это, получается, 40 минут. Ну, долго. 40 минут – это долгий, конечно, билд, и такой длины мы не должны допускать, памятуя о совете товарища Фаулера. Ну и вот некое объяснение, зачем используют Continuous Integration. Наконец, ученые сформулировали, что думают, точнее, провели анализ, опрос, опросили программистов и спросили, зачем вам Continuous Integration. И программисты ответили, для того, чтобы получить качество, consistency, тра-та-та. Однако, вот интересный комментарий дальше, однако, это стоит денег, это стоит времени. То есть, поддержание системы автоматических тестов и поддержание системы CI, это, наверное, один из главных выводов этой статьи, он трудозатратный, он энергозатратный. Для него нужны люди, и для него нужны, конечно, мозги. Это, ну, несколько не соответствует моему собственному пониманию того, для чего нужен Continuous Integration. Я понимаю, что и тесты, и Continuous Integration, безусловно, стоят чего-то на старте, но на выходе стоимость разработки будет снижаться, если мы используем юнит-тесты. Это, как можно сравнить с таким анекдотическим случаем, когда, например, у вас есть мотоцикл, и в мотоцикле кончился бензин. И вы можете либо катить его руками, как велосипед, либо можете заехать на заправку и заправиться бензином. Но заправка находится несколько в стороне от дороги. Вот какой путь вы выберете. Первый путь вы будете продолжать катить его руками, а второй вам нужно будет потратить дополнительные усилия, чтобы заехать на заправку. Безусловно, можно эти усилия посчитать и сказать, вы знаете, заправлять мотоцикл – это трудозатратное действие. Поэтому вывод напрашивается, будем продолжать катить руками. Но если нам нужно прокатить 20 метров, то, наверное, да, будем это делать руками. Но если нам нужно еще километр ехать, то очевидно, что лучше потратить это время, залить бензин и дальше ехать куда быстрее. Вот здесь, в этой статье, они, как я понимаю, не сделали такой анализ всей картины целиком. Они лишь говорят, что вначале это будет требовать вам, будет требовать, ну, не только вначале, но вообще это требует некие инвестиции. И безусловно, и с мотоциклом точно так же. Можно просто взять велосипед, и с ним будет значительно все дешевле. У него будет и ремонтировать его не нужно, и заправлять его не нужно, но едет-то он медленнее. Так и здесь. Безусловно, система с Continuous Integration, она, конечно, дорогая. Ее нужно поддерживать, нужно писать тесты, нужно писать сборку, нужно ее налаживать, настраивать. Но ехать-то это все будет быстрее. Ну вот, давайте посмотрим, почему люди думают, что CI использовать не нужно. А это, обратите внимание, 2017 год. То есть не так уж давно. Это достаточно свежее исследование. Они опросили программистов, и программисты им рассказали, почему Continuous Integration штука не такая уж полезная, как нам бы показалось. Ну вот, смотрите, большинство людей сказало, что вот эта работа с этими фейлами, которые возникают из системы Continuous Integration, допустим, ну, например, тесты периодически, флаки-тесты, например, периодически не работают. Это мешает, и программистам мешает, и вообще, и всем мешает, и управленным, и менеджментам мешает. Большой, смотрите, вот интересная цифра, 50% респондентов ответило, что очень длинный билд таймс это проблема. То есть люди видят длинные вот эти пайплайны сборки. То, о чем мы говорим, и, видите, люди подтверждают, что это для них проблема. Причем они подтверждают не в теоретическом плане, не просто говорят, наверное, это было бы плохо, а у них спрашивают, у вас в конкретных проектах, в чем проблема. И они говорят, у нас длинный билд тайм, у нас долго собираются наши продукты. Или, например, они говорят, нам нужно автоматизировать билд процесс, а мы не знаем как, мы не умеем, нам лень, у нас нет времени, мы чем-то другим заняты. И так далее. И вот они пишут, видите, в статье, sometimes, если что-то ломается в этой билд системе, то иногда это легко исправить. Иногда. В остальных случаях это требует усилий и времени. Но вот еще по поводу нашей метрики, по билд тайму, здесь они опять, здесь они отсылают на статью Мартина Фаулера, видите, они пишут в 2017 году, через 10 лет после его упоминания, они здесь пишут, что Фаулер предложил, чтобы все проекты были примерно в интервале 10, примерно около 10 минут. Они опросили 520 участников, какой у них максимальный, максимально acceptable билд тайм. То есть они спросили у людей. Мартин Фаулер нам сказал, что должно быть 10 минут, а эти пошли к людям и спросили, как вы думаете, сколько максимум? И люди им дали вот такие ответы, видите, как распределилось. Это то количество ответов, которые, вот видите, здесь 100, допустим, 75 человек сказали, что время должно быть 10 минут. Здесь не указано по горизонтали, но это предполагается, что здесь 10 минут. И так далее. Были ответы и другие, видите, были люди, которые сказали совсем другое. Я так понимаю, что здесь может быть какой-нибудь один час сказали. Но в основном, конечно, ответы сгруппировались вокруг цифры 10 минут. Это просто еще раз подтверждает эту метрику. Для чего я вам это рассказываю? Подумайте о своем проекте, в котором вы сейчас работаете или будете работать. Сколько там минут? Измеряйте это время и идите в команду, идите к своим инженерам, идите к самому себе и обсуждайте, как это время уменьшить. Например, можно разбить проект на два проекта. У вас это был один большой репозиторий, теперь вы его разделяете, у вас будет два репозитория, один будет собираться 10 минут, второй 10 минут. Это лучше, чем если у вас будет один большой репозиторий и собираться он будет 20 минут. Вы можете уменьшить количество тестов, долгих тестов. И некоторые тесты можно ускорять. У вас есть длинные тесты, которые занимают много времени. Пытайтесь сжать их, пытайтесь их как-то ускорить, сделать так, чтобы они использовали вместо, например, файлов, они могут использовать память для работы с данными. Это ускорит производительность каждого теста. Каждый тест будет быстрее, а значит и весь билд будет быстрее. И так далее. Мы не будем рассматривать в этой лекции методы ускорения, методы сжатия времени билда, но об этом можно отдельно поговорить и много чего интересного узнать. Ну и еще одна интересная тоже статистика. из этой же статьи они опросили программистов в фирме Pivotal насчет флаки-тестов. Это тема, которую мы немножко затронули уже, а сейчас поговорим про нее еще чуть поподробнее. Флаки-тесты это тесты, которые то работают, то не работают. То есть, вы написали тест, например, который проверяет, что ваш генератор случайных чисел возвращает цифру больше, чем 0.5, а он у вас генерирует от 0 до 1. А вы пишете тест, и в тесте пишете, все, что он возвращает, должно быть больше, чем 0.5. Этот тест ваш будет срабатывать в половине случая. И если я, допустим, возьму ваш репозиторий, запущу ваши тесты, они у меня сработают, я буду думать, что у вас все зеленым цветом, все, все тесты в состоянии окей. А мы отдадим это серверу, сервер запустит, а на сервере они будут красного цвета. И это называется flaky test. То есть, это тест, который flaky, это по-английски ненадежный, непостоянный, переменчивый. Вот он называется flaky failures. И они посмотрели такая статистика, сколько раз в неделю вы видите фейлы в вашей CI-системе. Это интересный вообще вопрос. И смотрите, какие цифры. Они говорят, что у нас в неделю ни одного раза ничего не фейлится. А эти говорят, у нас больше 10 раз в неделю происходят фейлы. И у нас есть реальные фейлы, а есть flaky фейлы. И в общем, эта картинка показывает, что примерно они с одной интенсивностью происходят. Бывают и нормальные фейлы в тестах, когда вы допустим написали генератор случайных чисел, и ваш тест сказал, что он должен быть просто в диапазоне от нуля до единицы, а ваш генератор сломался и возвращает цифры больше пяти, например. И в этом случае вполне себе валидный тест, который должен поймать эту ситуацию. А второй тест флейки, которые мы только обсудили. В общем, они говорят, что по оценкам этих программистов из фирмы Pivotal происходит это примерно одновременно, примерно с одинаковой частотой. Про флейки тесты сейчас еще поговорим. Давайте к ним все больше и больше про них, потому что они, как оказалось, являются главной трудностью Continuous Integration систем. То есть, если бы мы делали систему, в которой все детерминировано на 100%, и все всегда работает одинаково, то настройка этой CI-системы и борьба с проблемами внутри нее, она бы не представлялась никому никакой трудностью. Все было бы просто и понятно. Но это не так. Существуют эти самые флейки тесты. И вот смотрите, что говорит нам фирма Google. Google нам говорит, что полтора процента всех тест-ранов достаточно много. Полтора процента всех запусков, а они здесь в этой статье речь идет о глобальной системе внутри Google, большой системе сборки, которая собирает какие-то миллионы строк кода ежедневно. И полтора процента из них это ошибки, которые связаны с флеки состоянием. То есть ошибка случилась, мы перезапустили, ошибки больше нет. А такие ошибки очень тяжело поймать, потому что когда мы программисту указываем на эту ошибку и говорим, вот тебе баг-репорт, у нас только что на сервере остановился билд из-за этой ошибки в этом классе, программист это все открывает у себя на лаптопе, а у него ничего не повторяется, он не может воспроизвести ошибку. Что с этим делать, конечно, тяжело сказать. Ну и вот тот же автор чуть другой статье, но по той же теме приводит основные мысли, которые мне понравились относительно этих флекетестов. Он, во-первых, говорит, что 16% всех тестов имеют some level of flackiness. Some level. То есть иногда этот level может быть разным, но представьте себе этот пример с случайными числами, представьте, что у меня есть генератор случайных чисел, и я требую, чтобы он мне выдавал например на выходе цифру от нуля до единицы. Но я по ошибке сказал до единицы не включительно. То есть давай мне цифру больше нуля или меньше единицы. Не меньше либо равно, а меньше. Вот так я написал. Вот такой сделал проверку. А он выдает мне от нуля до единицы включительно. Вы понимаете, что мой тест он будет конечно flacky, но он будет в 0-0-0-0-0 вот в таком вот наверное там случае он будет мне выдавать ошибки. В остальном случае все будет проходить. То есть он очень стабильный, но не 100% стабильный. В каких-то случаях он будет иметь тот самый level of flackyness. И он говорит, что есть some level of flackyness. Тут мы с ним наверное согласимся. Действительно очень многие тесты именно такие. По ошибке программист просто написал, запустил 10 раз у него работает. Ну и он закоммитил. Дальше смотрите как интересно. 84% перехода из состояния pass в состояние fail это flackyness. Это вообще огромная цифра. Вообще этот переход между pass и fail в continuous integration это и есть тот самый главный главный проблема на которую мы должны реагировать. То есть мы должны настроить так continuous integration чтобы когда этот переход осуществляется из точки pass в точки fail вчера он собирался а сегодня он уже не собирается. Мы должны включать какую-то реакцию и что-то делать. А 84% случаев это тест который при повторном запуске вернет опять нас в состояние pass. Понимаете как это мешает программисту с этим всем бороться. Нам программистам. Ну и вот они говорят видите мы тратим до 16% наших ресурсов для перезапуска flacky тестов. Запустили build потратили на него 10 минут компьютерного времени поняли что он не работает там какой-то тест упал перезапустили еще раз тест работает все зеленым цветом. Мы потратили дополнительные ресурсы мы могли бы этого не делать если бы тест был не flacky. Ну и тут интересные два ввода что некоторые люди делают ломают build чаще других в этом ups написал сам автор этого доклада и некоторые языки программирования тоже приводят к большим дефектам в тестах тут написал слово ссори потому что некоторые считают что их язык лучше чем язык другой обратите на это внимание про flacky тест мне кажется можно отдельно много много лекций прочитать и наверное это интересная очень тема и она такая идущая из опыта то есть ее наверное в книгах не собрать это нужно прожить эти все flacky тесты все эти состояния пройти через них и понять какая у них природа мы сейчас через несколько слайдов поговорим о том flacky тестов с чем это в основном связано еще одна интересная статья интересный вывод точнее говорит о том что во многом результат билда текущего во многом зависит от предыдущей истории этих билдов то есть если у вас шло все пас 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 зеленый 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 то вероятность высокая того что у вас и дальше будет зеленый если у вас все было красным то вероятность будет тоже красным или какая-то другая динамика поточнее сказано так что the strong самый сильный инфлюенсинг фактор это на overall stability это recent build history то есть даже не просто я даже наверное неправильно вам не то сказал наверное здесь речь идет о том что на стабильность вашего вашего проекта очень влияет прошлая история ваших сбора то есть если вы наверное я вам неправильно сказал и тут два вывода получается тот который я вам первым сказал это вот этот что то что у вас было до этого скорее всего у вас это и будет повторяться а здесь сказано что фактор влияющий на вашу стабильность вашего проекта во многом определяется историей ваших билдов и с этим я согласен на сто процентов то есть если у вас система сборки сигнализирует то красным то зеленым то это очень многое говорит о том что у вас происходит в репозитории это может быть даже важнее чем код каврич это может быть даже важнее чем ваши комментарии важнее чем метрики комплексити и так далее если у вас система сборки моргает то есть то красная то зеленая то красная желательно чтобы она была пусть лучше она будет красным всегда и пусть лучше она будет зеленым всегда чем она будет ну конечно всегда зеленым это тоже это идеальное состояние но тоже вызывающее подозрение знаете если у вас будет все время зеленым цветом стоять continues integration то я бы подумал что у вас очень слабое покрытие тестов и значит у вас просто мало тестов и поэтому конечно у вас зеленая система сборки если у вас ни разу не произошел красный цвет на протяжении месяца то это говорит в основном о слабости системы проверки качества продукта должны быть какие-то провалы красного цвета вот смотрите какой интересный анализ в этой статье они сделали потому я вам ее и привел они впервые проанализировали рейшо то есть проанализировали как часто у людей происходит провалы их билд системы как часто она переходит в красное состояние спас фейл и вот последние колонки вот здесь мы видим эти цифры это все open source репозитории какие-то из них о смотрите тут даже мой репозиторий оказался интересно так я даже не видел только что увидел так вот эти репозитории они имеют совершенно разную она посмотрит какой у меня вот это моя до 045 ну я где-то видите не не посредине но так выше выше среднего так вот у этих репозиториях они посмотрели с какой у них возраст какое количество комитов какое количество комитеров все это вместе собрали получается что вот например в моем репозитории каждый второй билд приблизительно он красный и это конечно не хорошо совсем не хорошо 019 было бы значительно лучше каждый пятый билд красный 069 наверное это совсем плохо вот я думаю что эта метрика она наверное ключевая в этой лекции вы должны на эту метрику пытаться обращать внимание пытаться ее на нее опираться в оценке билд систем это наверное длительность был билда и его фейл рейшу и сожалению я вижу эту метрику крайне редко я вот когда собирал материал для этой лекции я пытался найти побольше статей которые бы как-то с этой метрикой пытались как-то играть ее из нее делать какие-то выводы я нашел крайне мало информации возможно это нам предстоит еще возможно эти исследования еще нас ждут и мы будем в эту сторону еще работать ну и тут такая табличка которая показывает какого типа ошибки приводят к красному цвету в билд системе это первую очередь конечно падают тест они даже пишут что в среднем 41 процент всех билд фейлов это тест фейлы лишь просто тесты не срабатывают ну а дальше идет всякая допустим гид не сработал там чего-то не за ними не получилось допустим взять репозиторий для сборки потом не получилось какой-то build конфиг сделать что-то не сконфигурировалась и поэтому билду пал какие-то dependency problems там мы попытались подкачать какие-то зависимости а какие-то из них не были в доступном виде и так далее самые разные причины сборки так вот еще одно интересный такой вывод из уже тоже достаточно свежего исследования они говорят что чем больше команда тем чаще падает build такая вот связь в больших командах build фейл из частый малых командах он пореже да и интересный observation что есть некий минимум после которого идет рост вот такой у них график они нарисовали если мы посмотрим на размер команды по горизонтали а вот так некий количество фейлов нормализованное то мы увидим что до 30 снижается а потом начинает происходить совершенно все по-другому то есть если у вас команде 60 человек то это большая трагедия будет для вашей build систему потому что наверное все логично потому что интенсивно будет происходить интенсивные коммиты будут будут идти в репозитории и конечно контроль держать над этим будет уже очень сложно и нужны очень мощные системы контроля качества вы должны быть вы должны настраивать свой пайплайн build pipeline таким чтобы он был максимально агрессивным при таком количестве контрибьюторов это люди делают не всегда или вообще никогда ну это же из них из их же статьи количество build фейлов на это они пытались посчитать производительность производительность программистов я точно не разбирался как именно они считали производительность нам это сейчас не критично нам важно понять тенденцию тенденция действительно такая если количество этих билдов секунду у них здесь сказано да если количество количество фейлов проекте увеличивается то производительность людей падает то есть если у вас нестабильная система сборки если у вас часто возникает красный свет красный цвет красный свет то это приведет к снижению производительности ваших программистов им по ряду причин какие причины здесь статье я так понимаю не разбирается или я может быть не нашел но я это от себя могу легко понять почему так происходит программистам просто тяжелее работать когда build красного цвета мы не верим системе мы не верим что в этом репозитории находится продукт которому можно доверять то есть что там уже стабильно если там стабильно то я могу от него делать следующий инкремент и когда я делаю инкременты у меня инкремент мой не работает я по крайней мере доверяю базе я доверяю базовому уровню и знаю что от него я могу отталкиваться если мой мой инкремент не работает я могу всегда вернуться в эту в эту базовую уровень этот базовый уровень этот бейслайн и еще раз попробовать инкремент а если же бейслайн у меня развален если он не собирается то мне будет крайне некомфортно заниматься Доработка инкрементов Я скорее всего буду ждать Пока бейслайн не починят А пока я жду, мой продуктивити нулевой И вот такая динамика Сначала здесь еще какие-то движения Сначала будет да, нет, да, нет Но потом идет вполне себе стабильный деклайн Продуктивити Программисты начинают работать все хуже и хуже Если у вас красным светом горит Ваш билд Ну и Так я специальный слайд сделал В 2018 году мы шли в хронологическом порядке В 2018 году появился GitHub Actions И он в общем-то Поменял картину на рынке В индустрии Он дал программистам то, чего То, чего не было до этого Он дал систему, которая позволяет делать Continuous Integration прямо внутри репозитории И тесно интегрирована она С репозиторием И она очень расширяемая В ней большое количество плагинов Которые все open source Ее легко модифицировать, расширять Она значительно лучше, чем предыдущие системы Типа там Jenkins Была такая система Был такая система Система Hudson До Jenkins Был еще такой Cruise Control Вы, наверное, это все не помните Cruise Control Hudson Потом Jenkins Потом был еще Travis Это уже hosted система Это все системы, которые мы все использовали Но в итоге появился GitHub Actions И всех их убил Сейчас все эти системы Не знаю, кем они используются Может быть Jenkins используется Для корпоративных всяких нужд Внутри корпоративных Но и то, мне кажется Корпорациям лучше бы использовать GitLab, например И вот тут, наверное, после После этих actions Появился еще GitLab Если я не ошибаюсь Может быть GitLab был сначала Но, мне кажется Могу ошибаться Может быть сначала был GitLab Потом GitHub В общем, появился GitHub Я почему вам показываю этот слайд Чтобы вы его использовали Он очень легко настраивается Эти actions Для любого репозитория Настраиваются за буквально Несколько минут Если есть опыт И за несколько часов Если опыта нет Все это бесплатно И в любом вашем репозитории Если у вас нет Continuous Integration То вы уже прослушали Целую лекцию о том Какой вы программист Если вы не настроили Continuous Integration Вы, может быть, и хороший программист Но вы себе делаете Жизнь труднее Вы и себе, и своей команде Делаете жизнь Менее комфортной Если вы Continuous Integration Не настроили Хотя вы можете быть И хорошими программистами Но ваше качество кода Ваше качество продукта Будет страдать Просто потому, что Вы не используете Такой важный инструмент Как Continuous Integration Ну, еще я тут Небольшие две статьи Вам приведу Они уже совсем свежие Про флаки-тесты Видите, сказано Что 53% флаки-тестов Которые были найдены На сервере Из них В общем, половина Находок На сервере Оказывается Не находками На локальных компьютерах То есть Нам сервер сказал У вас 100 дефектов Мы сделали клон На локальный компьютер Запустили 100 раз И только в 50 из них Мы увидели Да, действительно Эти ошибки Это еще одно подтверждение Такой анализ Они сделали Мы и так знали о том Что флаки-тесты Это проблема Но они вот Нам показали цифру Ну и последняя статья Интересная Это причины Такая обзорная статья Она буквально Пару лет назад Обзорная статья Причин этих тестов Их флаки-тест Как мы только что Видели этот термин Какая же причина Уфлаки-тест Я выделил 9 из статьи Их там немножко больше Но 9 основных Обратите внимание Наверное вам будет понятно О чем здесь идет речь Первое Конкарнси Когда вы пишете тест Где что-то должно работать Параллельно с чем-то Конечно нет гарантии Что оно будет работать Так же параллельно На другом компьютере У вас оно на лаптопе Работает параллельно Вот так А на сервере Он будет работать параллельно Но вот так И конечно Приводит к неожиданным результатам Это номер один причина Конкарнси Вторая Зависимость от платформы У вас на лаптопе Одна операционная система На конечном сервере Другая операционная система Вам кажется Что у вас все работает И все логично Но там все может быть по-другому Поэтому очень полезно На Continuous Integration сервере Использовать Мультиплатформенную конфигурацию Чтобы на разных платформах Запускались тесты Это повысит их хрупкость А это хорошо Чем более хрупкими будут ваши тесты Чем более они будут подвержены Фейлам Подвержены Чем легче им будет Дать сигнал об ошибке Тем лучше То есть вы должны делать тесты Такие которые Максимально фрэджайл Максимально чувствительные Ко всему вокруг Тогда они будут фейлиться На вашем лаптопе А это важно То есть если вы сделали тест Который на вашем лаптопе Хорошо проходит Вы себе сделали Медвежью услугу Вы должны делать наоборот Тест который валится Который фейлится Максимально интенсивно Который очень чувствителен К ошибкам платформы К ошибкам конкарнси К любым видам ошибок Тогда он будет фейлиться И у вас И на сервере И не будет флэки То есть все время Думайте о том Чтобы сделать тест Не флэки Сделать его максимально Неустойчивым Чем у вас тест Более устойчивый Как вам кажется Тем он Тем его флэки Среагирует В более неожиданном случае В более непонятном для вас Это какая-то должна быть Отдельная лекция Наверное про это Ну давайте продолжим Числа с плавающей точкой Номер 3 Я вам привел пример С генератором случайных чисел Где единица может быть 1.0 Это не то же самое Что 0.99 То есть эти все Погрешности Цифры с плавающей точкой Они могут Давать вот эту Флэкинс Четвертое Тесты которые зависят От последовательности вызовов Тесты могут вызываться Один за другим А на конечной платформе На тестовой платформе Будет другая Другая последовательность вызовов И тест последний Будет вызываться первым И может привести К непонятной вам ошибке Вы не будете понимать Почему у вас на компьютере Все те же самые 10 тестов проходят А там 10 тестов Почему-то седьмой Из них не проходит Да потому что он там Не седьмой Он там четвертый А в вашем случае Он седьмой И эта перестановка тестов Приведет к вот этому Флэкинсу Пятое Не отсортированные коллекции Ну коллекции Их может Да они могут быть у вас Отсортированные Тогда все хорошо Если вы их сортируете А может быть не отсортированные Но вы думаете Что они отсортированные Допустим Вы добавляете элемент В хешмэп Добавляете элементы Один за другим А потом делаете Итерацию по ним И перебираете Первый, второй, третий У вас на компьютере Они будут выходить В такой последовательности А на сервере Это может быть совершенно Другая последовательность Потому что это хешмэп Там негарантированная Сортировка Она просто не сортированная Вы будете получать Разную последовательность Элементов Ну и Доступ к статическим полям Таймауты безусловно Когда вы даете Какую-то паузу в тестах Это вообще очень плохая практика Делать команду Слип Команду поз Внутри тестов Ну и Вот вывод И Недетерминизм алгоритмов Вот вывод Понятно что Если вы Если внутри вашего теста Вы ожидаете Что существует Какой-то например В интернете ресурс И вы этот Ресурс загружаете Во время теста То конечно На сервере Эта загрузка Может не сработать Ну потому что Например Какая-то ошибка связи Ошибка сети И ваш тест Становится флэг Обращайте на это внимание Старайтесь делать тесты Максимально фрэджайл Тогда будет Вам полегче Ну вот Все Пробил систему Я тут вам Видите Не получилось У меня много метрик дать А всего дал две Это Фейл рейши И Длительность билда Больше пока У меня такое ощущение Что Никто Не придумал Ничего более интересного Возможно Вы что-то придумаете Может быть Эти билды Можно анализировать По По тому Ну Мы анализировали их По сути То есть Почему они фейлятся Но хотелось бы Все-таки метрику увидеть Потому что Не просто знать почему А иметь какую-то цифру Которую мы можем Привязать команду И заставить команду Эту цифру выполнять Например Мы можем заставить команду Делать билд Не дольше чем Пять минут Это вполне себе Можно потребовать От команды Чтобы Фейл рейши Был не более чем 20% Например Если у вас за месяц Фейл рейши Был меньше 20% Все получают Премию 100 рублей Вполне себе Мотивация для команды Да Они конечно Тесты просто Уберут из Пайплайна И у них тогда Будет все зеленым То есть конечно Такой читинг Возможен Но какие-то Такие вот Игровые Все-таки методы Вполне можно И нужно внедрять Команды Мотивируя команду На то Чтобы они Билд свой Держали в стабильном Состоянии В стабильно Зеленом Состоянии К этому Мы призываем